Здравствуйте, дорогие родители! С вами психолог Алина Байбанова. Сегодня мы поговорим о детских страхах. Не секрет, что они часто отравляют деткам, да и родителям жизнь. Дети могут бояться всего, чего угодно. И того, что существует в реальном мире, и того, что не существует, как нам кажется. И могут бояться вследствие каких-то травм. Допустим, ребенка укусила собака, и он боится собак. А могут бояться и, как казалось бы, на пустом месте. Чего не стоит делать ни в коем случае. То есть смеяться над этим. Говорить, чего ты боишься, господи, какая ерунда. Ты посмотри, какая собачка маленькая, какая ты большая. Посмотри, Сережа не боится, а ты, Петя, боишься. Ну, вот эти вещи, конечно, они не помогают, а только замыкают ребенка в себе. И очень важный момент. Нужно уметь сочувствовать, конечно же, и в первую очередь обратить взор внутрь себя. Потому что часто мы проецируем на детей свои собственные страхи. Подумать, чего же я боюсь сама. Бывает часто, что ребенок боится оставаться один, к примеру, да, или ему там ночью там снятся кошмары. Или вплоть до энуреза доходят. Бывают всякие ситуации, и в то же время мама боится, допустим, кататься в лифте. Да, она боится лифта. У нее есть другие виды фобий, там аэрофобия и другие страхи. Вот поэтому в первую очередь, пожалуйста, поговорите с собой о себе и поймите, чего боитесь вы. Иногда ваши страхи могут вот транслироваться, передаваться детям. Иногда это бывают страхи и за ребенка. К примеру, бывает там, у женщин там были неудачные какие-то беременности или другие психотравмы. И она начинает бояться и тревожиться за своего ребенка. Тоже передает свое настроение. Ребенок считывает так называемую микромимику и понимает, что с ним что-то не так. Я помню, была семья одна знакомая, где когда ребенок подходил к маме, она сразу делала так круглые глаза и говорила, что с тобой, ты плохо себя чувствуешь? То есть это была ее привычная манера по отношению к ребенку. Она даже не замечала, что она так часто это произносит. Поэтому, пожалуйста, отделяйте свои страхи от детских. Возможно, что если вы, что называется, проветрите свои мысли и свои вот эти вот негативные ощущения, что у ребенка это все просто автоматом пройдет. А если не пройдет, то, конечно, обращайтесь к детскому психологу. Помимо того, есть еще такие прекрасные методики, которые помогают вот эти страхи детские проработать, как арт-терапия. То есть рисуйте. Рисуйте. Любой страх, он боится чего? Он боится быть озвученным. Он боится стать нестрашным. Вот. И поэтому можно нарисовать ту же собачку, которую боится ребенок, да, помочь ребенку порисовать вместе с ним. Потом можно эту собачку раскрасить. Потом можно поиграть немножко, да, то есть самому поизображать собачку эту. Или чтобы ребенок сам поизображал там собачку, дальше пофантазировать, повилять хвостом и так далее. То есть вот перевести из раздела «опасное», так сказать, из папочки «опасное» перетащить вот эту вот собачку в область интересная, как мы это делаем при помощи мышки на компьютере. Вот эта методика очень эффективна. Плюс к тому же очень помогает сказка-терапия, да. Вот вы видите, что ребенок застрял ваш на какой-то сказке. Он просит заново там включить эту сказку или заново ее почитать. Обсуждаете, почему эта сказка ему интересна, кого из героев ему жалко и так далее. И третий момент, я бы посоветовала вам самой сочинять или самому папе, да, сочинять сказки. Причем темы могут быть заданы детьми. Вот обычно дети используют бессознательные образы того, что их тревожит. Допустим, ребенок может сказать, ну расскажи мне сказку про пингвина и микроволновку. А вы придумывайте, рассказывайте эту сказку, делайте ее интересной. А можете вместе ребенка вовлечь в этот творческий процесс и тоже рассказать. То есть поиграйте в такую игру. Пусть ребенок дает два слова или три слова, три образа, да, к примеру, из которых должна состоять сказка. А вы дальше плетите свою волшебную нить, и пусть ребенок тоже помогает вместе, пишите эту сказку. Вот так вот иногда можно образами проработать многое из того, что даже тяжело бывает озвучить. Большое спасибо за внимание. С вами была психолог Алина Байбанова.